Новая атака хакеров почистила кошельки белорусов. На выходных многие абоненты получили интригующее сообщение. Людям предлагалось пройти по определенной ссылке и скачать фотографии. Во многих случаях смс приходили от людей, чьи имена записаны в телефонной книге. Вместе с фото на мобильник загружалась вредоносная программа, которая начинала самостоятельно отправлять сообщения с зараженного телефона. Пострадавший заявляет об ущербе на сотни тысяч рублей. Кто виноват и что делать в такой ситуации, пытался разобраться Александр Смирнов. Перефразируя одно известное выражение, мобильный телефон не просто средство связи, а роскошь. Удар по своим кошелькам в эти выходные ощутили многие белорусы. Спам-рассылка заставила телефоны жить своей собственной жизнью вне зависимости от желаний их владельцев. Мобильники стали рассылать смс-сообщения по контактам телефонной книги. В итоге хакерская атака превратилась в настоящую лавину. Судя по сообщениям в интернете, первые пострадавшие появились уже в минувшую пятницу. Один из мобильных операторов по этому поводу на своем сайте разместил предупреждение. Вирусная программа загружается вместе с фотографией, которую предлагают скачать, пройдя по определенной ссылке в интернете. Уже к вечеру воскресенья атака приобрела массовый характер. Для меня эта акция началась вчера вечером, где-то в часов пять, наверное, мне пришло сообщение от незнакомого абонента с какой-то информацией. Но я был занят и не придал какого-то значения. То есть, ну, пришло и пришло. Номер незнакомый. И буквально через минут десять, наверное, пятнадцать приходит аналогичное сообщение, но уже от моего товарища. То есть я знаю этого человека, и там я смотрю, читаю, а там написано, что привет, смайли какой-то. И надпись, посмотри фото, пройди по ссылке. Фотография безобидная, но с аллегорией. Кот не в мешке, но в банке. Многие на уловку попадались, ведь смс приходило от их друзей или родственников. Подвох заключался в том, что эти сообщения отправляли не люди, а вредоносная программа, которая поселилась на их телефонах. Таким образом взбесившиеся мобильники могли отправить на абонентов из телефонной книги сразу по несколько смс. А хозяин за это получал неприличный счет. И это приложение, начиная свою работу, получается, следующим этапом оно делает рассылку по вашему контакт-листу. И также начинает собирать информацию и отправлять ее на те сервера, которые были запрограммированы в этом вирусе. Информация может быть, начинает смс, который вы там пишете своим друзьям и коллегам. Также может быть информация о доступе в социальные сети. Если вы пользуетесь интернет-банками, может там тоже пароли какие-то утащить. Сайт с вредоносной программой заблокирован, а о тех, кто ищет выгоду в таких махинациях, можно только догадываться. Возможно, это сбор контактов для следующей спам-рассылки, например, магазинов. Возможно, сбор паролей для управления чужими финансами. А возможно, и война конкурентов. Производители программного обеспечения и гаджетов могут пользоваться любыми методами. Как нам рассказали в МВД, сейчас милиция не занимается ни поиском злоумышленников, ни расследованием спам-рассылки. Ведь заявлений от пострадавших пока не поступало. Александр Смирнов, Вадим Елькин, Зона Икс.